Реконструкцию исторического бульвара могут завершить уже в следующем году. Началась она в октябре 2018 года, но в 2020-м она переросла в уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств. Как сказано в официальном документе, путем обмана, совершенного неустановленными лицами, из числа руководителей ООО «Меандр» в особо крупном размере. Рабочие с объекта ушли, и вот, похоже, им скоро придут на смену другие. Уже сейчас заступил подрядчик на остатки средств федеральных, которые в этом году можно было использовать для продолжения реконструкции бульвара. Работы там уже сейчас возобновлены подготовительные, будут продолжены. В следующем году, после оценки проекта, который там, собственно, был сделан, будут приниматься решения о выделении дополнительных средств. Судьба исторического бульвара меня не может не беспокоить, так как это знаковое место, давно ожидаемое севастопольцами. Поэтому надеюсь, что уже в следующем году мы увидим ощутимую динамику, возможно, работы будут, в принципе, закончены в следующем году. Реконструкцию исторического бульвара в Севастополе завершит московская компания ООО «Равелин». Сумма договора превышает 125 миллионов рублей. Об этом стало известно из материалов портала госзакупок. Севастопольский военно-исторический музей-заповедник уже привлекал компанию «Равелин» для работ на Сапунгаре. Долгожданное завершение работ в следующем году ожидает еще один объект – музей имени Крашицкого. Напомним, здесь за время реконструкции расторгали контракты сразу с двумя подрядчиками. В ближайшее время на работу должна выйти новая подрядная организация. Сложности, потому что здесь очень сложные работы, квалифицированные специалисты, которые должны как раз выполнить те работы, за которые отвечает Ирина Николаевна, то есть сохранить объект культурного наследия. Нельзя допустить, чтобы там пришел подрядчик с условной лицензией, но без необходимого набора специалистов. Там этому вопросу было уделено особое внимание. В ближайшее время такой подрядчик на объект выйдет, и музей Крашицкого будем доделывать. Понятно, что, скорее всего, до конца года это не получится сделать, но часть средств перенесли на следующий год. На следующем году мы музей закончим. И в этот раз, я уверен, сбоя здесь не будет. Помнили на сессии законодательного собрания и тему незаконного строительства дома в районе улицы Адмирала Макарова. Оно велось на протяжении нескольких лет с нарушением законодательства. Дело в том, что возводилось здание в охранной зоне памятника культурного наследия «Первый бастион». А недавно выяснилось, вопреки всем запретам, дом достроен. Мы сейчас находимся в судах. В позиции 7 наследия там действует защитная зона. Мы разработали охранную зону, еще ее не приняли. По ряду обстоятельств, тоже объединенная зона охраны. Как суд решит здесь позиции суда? В Севастополе прекратят деятельность наливая. Депутаты законодательного собрания сразу в двух чтениях приняли законопроект, который запрещает торговлю алкоголем в жилых домах. Появилось в документе требование к общей площади зала для обслуживания посетителей. Не менее 50 квадратных метров. В Севастополе эти ограничения затронут 11 обладателей лицензии на розничную торговлю алкоголем. Острой проблемой жильцов многоквартирных домов является деятельность объектов общепита, так называемых наливаек, расположенных на первых этажах. В таких объектах часто алкогольная продукция реализуется круглосуточно, по дешевым ценам, что привлекает туда неблагополучный контингент и провоцирует соответствующие конфликты. На сессии парламентарии заслушали отчет о деятельности Главного управления информатизацией связи. Один из основных вопросов, возникших у парламентариев в качестве мобильной связи в Севастополе. Ни для кого не секрет, что многие жители и гости города испытывают проблемы с переговорами по телефону. Губернатор Михаил Развожаев отметил, этот вопрос уже долгое время обсуждается на государственном уровне. И выход из ситуации может быть только один. Огромные, многомиллиардные, можно сказать, инвестиции. Даже не многомиллионные. Потому что здесь полностью надо, по сути, создавать новую инфраструктуру. Решение может быть только одно. Это какой-то государственный системный оператор федеральный, который сюда придет и локально решит этот вопрос для Севастополя. Я и все мои коллеги, и сенаторы, и депутаты Государственной Думы, и от Севастополя, и от Крыма, этот вопрос постоянно мы поднимаем. И перечень поручений уже там исчисляется, наверное, десятком точно. Поэтому эта работа ведется. И по последней у меня информации все-таки склоняются к тому, чтобы такое поручение одному из федеральных операторов выдать. Затронули на сессии тему поддержки малого и среднего бизнеса. В первом чтении рассмотрели законопроект. Согласно документу, меры поддержки, которые предусмотрены для субъектов МСП, федеральным законом распространятся и на сельхозкооперативы. А спространяться поддержка будет и на тех, кто ведет социальное предпринимательство. Святослав Данилов, Новости Севастополя.